Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем курс сайт-визитка без знания программирования. На данном этапе наш сайт выглядит следующим образом. У нас готов логотип, ну и мы говорили о модулях. Мы поменяли внешний вид модулей, так как нам захотелось. Ну и приблизительно вот так сейчас это выглядит. Мы разобрали, что такое модули. Но есть еще несколько важных частей системы Joomla, о которых нужно знать и уметь ими пользоваться. Давайте продолжим и рассмотрим сейчас, что такое материалы. Это самая основная часть сайта. Статьи или материалы. Давайте перейдем в панель управления. Напомню, что в нее переходим по адресу названия сайта, наклонная черта, администратор. И после ввода логина и пароля мы попадаем в панель управления. Для материалов есть специальный раздел в верхнем меню, материалы. И есть тут менеджер материалов, менеджер категорий и избранные материалы. Такая же самая градация есть вот здесь слева. Создать материал, менеджер материалов, менеджер категорий и медиа менеджер. Что такое материалы? Если вернуться на сайт, то по сути сайт это набор статей. Если говорить о блоге, то вообще блог, когда ведем блог, то это просто набор статей. Мы укладываем новости, статьи. Новостной портал, это тоже набор статей. Joomla вообще разрабатывалась как новостной портал. Это главная цель ее. Материал. Потом она преобразовалась в более широкую систему со всякими возможностями. В данном случае на главной страничке у нас нет материалов. Хотя есть модуль новости и здесь каждая новость это материал. Если нажать на новость, или на заголовок, или на кнопочку читать подробнее, вот так вот выглядит страничка материала. Снова мы имеем то же самое меню. На страничке материала вот она новость. Сбоку дополнительное еще меню. Тоже это модули. Модули, помните, мы говорили о позициях. Как раз вот эта позиция right справа. Right это право по-английски. И вот три модуля и верхняя шапка с логотипом и меню. И вот она статья материал. Давайте разберемся, как управлять этим делом. Первое, что нужно понимать, это категории. Каждый материал должен расположиться в какой-то категории. Категории нужны, чтобы сортировать материалы по разным темам. Ну и чтобы удобнее было им управлять. Чтобы не все материалы были там в одну кучу. Ну и как-то их выводить тоже нужно по категориям. К примеру, если у меня есть материалы на сайте, которые касаются новостей нашей компании. Это одна будет категория. А другие материалы у меня касаются, например, статей для начинающих автомобилистов. Как там залить масло. Как проверить давление в шинах. Там еще что-то такое. То есть я могу их разделить на две категории. У меня категория новости. И вторая категория будет полезные советы, к примеру. Так я смогу вывести на одну кнопочку нажимаю, выводятся новости. На другую кнопочку нажимаю, выводятся полезные советы. Ну как это делается на разных сайтах. Понимаем, что материалы на сайтах сортируются по разным разделам. По разным темам. Тогда удобнее. Итак, давайте посмотрим, как работать с категориями. Вот заходим в менеджер категорий. И у меня уже тут накидано. Потому что мы готовый шаблон закинули на сайт. Первая категория вам на всякий случай. Uncategorist. То есть вне всяких категорий. Сюда можно такие какие-то добавлять статьи, которые непонятно куда относятся. И мы как-то их используем по-хитрому. Такое бывает. Но потом расскажу, как это можно делать. Ну и вот написана общая категория. И она разделена на подкатегории. То есть в общей категории есть дополнительные категории. В общем, мне эти все категории не нравятся. Я создам свою категорию. Нажмем кнопку вот здесь создать. Ну и заголовок. Давайте полезные советы. Дальше в каждом материале или в каждом категории, когда мы что-то будем создавать, есть такая штука. Алиас. И вообще ее хорошо заполнять. Что это такое? Это по сути то, что будет писаться вот здесь вверху в имени страницы. И это название должно быть хорошим, читабельным, потому что потом поисковые системы будут оценивать название сайта и учитывать его. Насколько оно отражает содержание вашего сайта. Очень хорошо, чтобы в этом алиасе были какие-то ключевые слова. Например, хотя бы так написать. Советы. Ну, желательно так английскими буквами писать. Но это нормально. Называется транслитерация. То есть мы пишем прусский, но английскими буквами. И тогда, когда мы будем заходить в эту категорию, то у нас будет выглядеть приблизительно так. Советы будут. Вот эта категория будет. Затем будет еще одна черта. И мы напишем такой же алиас для какой-то статьи. И там будет еще продолжение. Вот так вот будет выглядеть адрес статьи. То есть это намного удобнее, чем будет там как-то вот так вот что-то вот так вот написано. Теперь вернемся в менеджер категории. Продолжим создавать категорию. Смотрите, что еще тут можно делать. Дальше мы посмотрим здесь справа. Категория может иметь родителя. То есть вот как мы видели категория General. У нее есть подкатегории. То есть если, например, делаем полезные советы. И потом можно разделить. Советы по двигателю, советы по обслуживанию, советы новичкам. Разделить еще одну подкатегорию. Если нет родителя, то это как бы общая категория отдельная. Состояние опубликовано. Значит, она будет показываться на сайте. Не опубликовано. Не будет в корзине. Как бы мы ее вообще помещаем в корзину. Потом ее можно будет восстановить. Но она в списке не будет показываться. В списке категорий. С материалами то же самое. Такие же будут свойства. Доступ. Публичный доступ. Паблик. Геста. Гость. Суперюзер. Это только вы. Создатель сайта. Регистрают зарегистрированные пользователи. Тот, кто сможет зарегистрироваться на сайте, когда вы создадите. Если вы создадите даже панель регистрации. Это можно вообще не делать. На сайте визитка это не нужно. Мы это не будем вообще рассматривать. Ну и метки. То, что поможет сортировать. Потом в вашей теории тоже хорошо указывать. Метки, ключевые слова. Напишем здесь тоже советы. Энтер. И напишем lifehack. Пусть будут советы. Хорошо. Так, следующие настройки. Вот важная настройка. Мета-теги. Сразу я вам буду рассказывать, насколько это важно. Особенно в материалах. Сейчас сразу я расскажу об этом. В материалах этого уже касаться не буду. Там тоже есть мета-теги. И там они еще важнее, чем в категориях. Мета-теги. Это то, благодаря чему ваши странички будут продвигаться в поисковых системах. Google, Яндекс и так далее. Очень важно, чтобы здесь написать, что будет на этой страничке. Полезные советы для автомобилистов. Водители. Ну как-то так. Вам уже виднее. Вы знаете лучшую компанию, бизнес. Для кого это. Опишите так, чтобы это было полезно. Чтобы если в гугле появится ваш сайт и под ним было описание, чтобы человек понял, что это интересная страничка и туда стоит зайти. Не нужно здесь писать просто набор слов. Или так просто. Советы. Новички. Водители. Для этого есть вот этот тег. Keywords. То есть слова и фразы, разделенные запятыми, которые будут выведены в мета-теге keywords. Keywords в переводе ключевые слова. Вот здесь вот нужно написать. Советы. Авто. Новичок. Я сейчас для примера пишу, чтобы долго не думать, вообще хорошо подумать, какие ключевые слова и описания писать и в категории, то есть там, где будет выводиться общая категория ваших статей, и в отдельных статьях. Особенно это важно, потому что поисковая система любит отдельные статьи с хорошими описаниями, с хорошими ключевыми словами, по которым, по этим ключевым словам могут находить вашу статью. это не только слова, но и тоже фразы могут быть. Например, как как накачать там колеса, что люди ищут в интернете, то есть такие ключевые фразы могут быть в ключевых фразах для вашей статьи. Это очень важно. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, если хотите, чтобы ваш сайт посещаем был. Ну и последнее право доступа, опять же, говорят, что здесь мы в сайте визитки это не рассматриваем. Это для управления пользователями, когда у вас много пользователей, зарегистрированных. Есть разные пользователи, разные уровни пользователей, которые могут управлять какими-то частями вашего сайта. Как, например, на моем сайте ULaptop есть доступ для пользователей, которые могут заходить на закрытый форум, как вы. Это отдельный доступ, там у меня он прописан. Ну и так, дальше пойдем. Мы уже видели этот формат джумловского верда, можно так сказать, текстового редактора. Здесь мы отмечаем, что будет в нашей категории. Краткое описание это категория, поэтому описание будет действительно кратким. Можно добавить в свое изображение. Бывает, можно вообще не добавлять никакого описания категории. Это все по вашему желанию. Можно написать просто кратко, что в этом разделе вы найдете полезные советы для самостоятельного обслуживания и ремонта вашего автомобиля, вашего авто. Хотите, можно тут жирным сделать, можно какое-то слово выделить жирным или курсивом. Можно добавить ссылочку здесь дальше. Можно так вот сделать, например, здесь вот есть списки, есть ссылочки. Сразу можно дать какую-то рекламу. Например, вот так. Если с чем-то не справитесь, сразу звонить сразу И тут выделяем. Вот смотрите, есть ссылочка, вставить ссылку и адрес ссылки. Мы дальше узнаем, как сделать странички разные на сайте, как их меню рассортировать. Ну и сюда вставим там, например, ссылочку на нашу страничку, где у нас будут контакты. Например, умла контакты, мы вот так вот их назовем. сразу звоните нам и будет ссылочка к нашу контакты. Контакты СТО Авто без проблем. Вот. Это заголовок, который будет вручаться при наведении на ссылочку и открывать ссылку можно прямо здесь. Заменяться будет открываться ссылка или можно сделать так, чтобы в новом окне браузер открывалась ссылочка. Вот то, что можно делать. Сразу вам лайфхак. Пока мы об этом говорим, о ссылках вот видите, навожу, появляется заголовок ссылочки. Есть такая штука, поисковые системы считают, сколько ссылок исходит с каждой страницы куда-то в другое место, и таким образом считается рейтинг каждой страницы. Считается, сколько ссылок из разных сайтов из ваших сайта приходит на данную страницу, и сколько ссылок уходит отсюда, то есть на сколько ссылок вы ссылаетесь. Если вы ссылаетесь на свой сайт, это вообще отлично, очень хорошо, чтобы как можно больше ссылок было с одних ваших страниц на другие страницы, тогда они перемещаются, перекрещиваются, передают друг другу рейтинг свой. но если вы ставите ссылку на посторонний какой-то сайт, может быть вам просто нужно показать людям какой-то сайт там бош или какой-то компании, которые в принципе вы не рекламируете, но она авторитетная и там какая-то есть дополнительная информация, ну мало ли, то нужно сделать так, чтобы рейтинг с вашего сайта не уходил, не улетучился. Конечно, если это реклама на вашем сайте, то понятно, что вы будете позволять, чтобы рейтинг выходил на эту страницу, потому что за это и платят. Но чтобы рейтинг не улетучился, вы заходите сюда выключить редактор и когда вы выучите язык HTML, вы узнаете, что ссылочки обозначаются таким значком А. Вот такая скобочка и А. И вот пошло описание ссылочки и вот она звоните нам и закрывается. ссылочка то тут после буковки А нужно дописать вот такую фразу. Просто запомните ее и перепишите. Real No Follow Это защита для того, чтобы поисковые системы не сканировали эту ссылку и не учитывали ее в вашем рейтинге. Вот и все. Но это очень тоже важно для продвижения вашего сайта знать такие вещи. Дальше что здесь еще можно сделать? Здесь можно добавить ссылочку на материал, добавить изображение, как-то отредактировать это все. Даже можно добавить модуль. Кажется, уже все я объяснил, что касается категорий. можем сохранить эту категорию и пройти дальше. Можем нажать либо сохранить, тогда мы вернемся опять в это меню, мы сохранимся и можем продолжить детактировать, либо сохранить и закрыть, тогда мы сохраняемся и переходим в менеджер категорий, в список категорий. Кнопочка сохранить и создать, мы закрываем эту и сразу создаем новую категорию. Отменить соответственно отмена. Я нажимаю сохранить и закрыть. Ну и вот появилась новая категория. Ну а новостей я оставлю. Вот это вот с new. Просто подредактируем. Вот так давайте вспомним, что нужно делать. Мы вот здесь вот просто меняем название. Новости напишем. Да и все. Новости нашего СТО. И я поменяю алиас. Ну не нравится мне такое по-английски. Вот пишем по-русски. Новости. И родители убираем. Будет у нас отдельная категория. Все. Сохранить и закрыть. Остальные категории пока оставлю. Но в конце, когда мы сделаем сайт, вот эти все категории можно будет поудалять. Только можно это оставить на всякий случай. Вне категории. Для того, чтобы мы могли ее использовать. Идем дальше. Материалы. Заходя в материалы, мы видим такой же список материалов. Тут сразу отмечено, в какой категории находится материал. Его доступ, автор, язык, дата создания, количество просмотров. Ну и номер по порядку. Материалы мы можем здесь сортировать. Опять же, по этим параметрам можно создать материал, изменить, опубликовать, снять публикации. Ну, с публикации очень просто. Вот здесь есть галочки. И вы можете просто снять с публикации материал. А звездочка позволяет добавить избранные материалы. И тогда они попадают вот сюда вот. Избранные материалы. То есть, вы как-то их выделяете для отдельной странички, где будут чисто избранные материалы. Можно так вот их выделить отдельно от других. Удалить тот же материал не обязательно с помощью кнопки. Там выделять тоже тут очень просто. Можно нажать и написать. Нажать сюда и нажать в корзину. Или добавить в архив. То есть, отправить обратно в историю. Назад в прошлое. Не будет он использоваться вами. Если вы нажмете на звездочку, то материал добавится в избранные материалы. Вот они здесь, вот в этом разделе. Пока здесь ни одного избранного материала. Но можно сделать вот. Просто нажимать им на звездочку. Материал добавляется в категорию избранные. Ну и снять с публикации тоже можно очень просто. Можно вообще все выделить. Или выделить несколько необходимых материалов. И снять их с публикации, чтобы временно они не показывались на сайте. Может быть, это как временные будут у вас статьи. Давайте попробуем изменить материал. Находим категорию. Вот сразу поменялась категория уже по-новому. По-русски новости нашего СТО. И нажмем на название материала. Вот. Раз это новости. Тут какой-то мастер изображен. Ну а так и напишем. Новый мастер. По-ходовой. Ну пусть так будет. Ну и конечно меняем алиас, как мы и говорили. Если, кстати, вот так оставить, то алиас автоматически поменяется. Вот смотрите. Нажмем сохранить. И автоматически делается транслитерация. Также помним, что мы можем добавлять метки. Потом можно будет с помощью меток сортировать материалы также. И помним, что есть важная настройка метатеги. Здесь они почему-то пустые, но тоже очень важно их добавлять. Если в новостях это не так важно, хотя тоже хорошо бы хотя бы как-то, хотя бы вот такое вот добавить. И новости хотя бы как-то что-то добавить. Но в поучительных статьях, на которых вы можете делать ставку, что они появятся в поисковых системах и будут с поисковых систем вам давать посетителей сайта, нужно обязательно внимательно заполнять описание странички и ключевые слова и фразы через запятую. Также есть в материалах такой раздел отображения. Можно указать в этом материале, стоит ли показывать заголовок, вводный текст, категорию, автора и так далее. Но вообще на страничке больше пройти дается этой же настройки из меню, когда вы будете настраивать меню. Но мы это поговорим позже. Поэтому здесь пока можно ничего не трогать. Но имейте в виду, что если что, то здесь тоже есть такая настройка в материалах. Что будет выводиться? К примеру, ну давайте для примера. Так, где-то у нас на сайте есть статьи. Ну пусть даже статья вот новостная. Там говорится, вводится ли заголовок. Вот, будет ли показываться заголовок в статье. Если там указано, что вводится автор, вводится категория, здесь еще будет показано, кто автор, сколько просмотров, какая категория, какого числа была создана эта статья. Это для новостных сайтов может быть полезно. Также выводить ли вводный текст. Вот, смотрите, здесь есть такая очень важная штука. Вот, видите, полоса. Вверх у нее вводный текст. Полоса как создается. Вот мы написали статью. Мы нажимаем здесь вот просто курсу оставим после вступления. И нажимаем вот эту кнопочку подробнее. И таким образом, давайте сохраним. Таким образом, вот, сейчас мы перейдем на главную страничку сайта. Новости. Новости, новости. Ну, эта статейка где-то глубоко лежит. Ну, вот, допустим. Давайте на примере вот этой статьи рассмотрим. Заголовок. И вот вступительный текст. А мы нажимаем подробнее. И этот вступительный текст здесь показывается. И продолжается дальше статья. То есть, вступительный текст помогает выводить только часть. Самое главное, как бы, в общей категории. Ну, и иллюстрация тоже важную часть имеет. Напомню, что, чтобы поставить иллюстрацию дополнительную в статье, мы нажимаем курсор в то место, где будет стать иллюстрация. И кнопочка изображения. И теперь в вашем сайте, в каталоге сайта, можно находить нужное изображение. Ну, к примеру, вот это поставим. Вставить изображение. Это изображение можно изменить по размеру. Для этого нужно его вот так вот справа налево нажать. Зажать левую кнопку мыши. И перетянуть так справа налево, как бы, выделяя. Как мы текст выделяем, только выделить одно изображение. Вот. И появляются вот уголки, с помощью которых можно изображение перетягивать. Делать меньше, больше. Для изображения тоже есть настройка. Вот здесь вот. Выравнивание. Влево, в центр, вправо. Описание изображения хорошо бы добавить. И заголовок ему. При наведении будет оно показываться. Это тоже полезно. Ну и загрузить можно здесь дополнительное изображение с вашего компьютера. Перед этим нужно выбрать папку, в которую будет загружаться. И потом только нажимать кнопку загрузить. А перед тем, как вставлять это изображение, вы уже указываете настройки и нажимаете кнопку вставить. Закрываем этот материал. Давайте теперь просто попробуем отредактировать другой материал в качестве примера. Я буду это делать, а вы просто посмотрите. Будем редактировать вот этот материал, который первый у нас стоит. Конце. Что-то тут по-испански написано. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Кстати говоря, в этом модуле я заметил, что выводятся все-таки не новости, а другие статьи. Так, давайте повторим прошлый урок в отношении работы с модулями. Помните, где находятся модули, как их настраивать, как можно настроить этот модуль новости. Мы заходим в расширение модули. Находим модуль по названию. Ищем настройку, которая показывает, откуда берутся новости. Вот она, Data, Source, источник данных. И видим категорию Best Modules, а нам она не нужна. Мы выбираем категорию новости нашего STO. Давайте попробуем сохранить и посмотрим, что изменится. Вот новости уже другие. И вот новость, которую мы редактировали. На этом урок по работе с материалами мы завершим. Предлагаю вам самим попробовать использовать полученные знания. И поизменять хотя бы те материалы, которые у вас есть. Ну и создайте парочку своих статей. Можете скопировать пока что с других сайтов. Но помните, что когда вы будете уже делать финишную версию вашего сайта, все материалы на вашем сайте должны быть новыми и самостоятельно написанными. Или даже если вы берете с других сайтов, то нужно все это переписать своими словами, чтобы ничего не повторялось. Ну а лучше так не делать, а делать свои материалы. Саму создавать новости, материалы. Или доверить это специальным людям, чтобы ваш сайт был уникальным. Тогда он будет хорошо оценен, иметь хороший рейтинг в поисковых системах. На этом все в этом уроке. Пишите ваши вопросы на закрытом форуме. До встречи на следующем уроке. Продолжение следует...